Вернемся в США к результатам вчерашнего голосования. Дело в том, что помимо избрания будущего президента, жители ряда американских штатов высказались накануне и по поводу нескольких резонансных законодательных инициатив. Так, в Калифорнии, Массачусетсе и Неваде полностью легализована марихуана. В Ризоне эту меру заблокировали, а в штате Мэн голоса избирателей все еще подсчитывают. При этом на федеральном уровне каннабис и его производные по-прежнему вне закона. Большинство жителей штата Колорадо одобрили эвтаназию, процедуру добровольного ухода из жизни смертельно больных. Невада, Калифорния и штат Вашингтон высказались за усиление контроля за оборотом оружия. По итогам выборов республиканцы оставили за собой контроль над обеими палатами Конгресса США. Таким образом, представители партии «Слона» с января будущего года будут контролировать две из трех ветвей власти – исполнительную и законодательную. Хотя не исключено, что вскоре к ней добавится и судебная. Новому президенту США предстоит номинировать одного члена Верховного суда Соединенных Штатов. По всей видимости, им станет судья с консервативными взглядами.